Джеффри, можете себе представить, когда я ехал на наше интервью и проезжал городок Петалума в Калифорнии, то увидел здание бывшего банка. Теперь там располагается семенной фонд, и на нем висит плакат «Мы за округ Санома без ГМО». Какое совпадение! Наконец-то самое ценное стали хранить в банковском сейфе. Семена, а не деньги. Да, это компания Baker Creek, торгующая редкими и негибридными семенами. Они проводят отличную ежегодную выставку домашних семян в городе Санта-Роза. Там выступают многие противники ГМО. Я тоже буду одним из ведущих спикеров и покажу анонс нашего нового фильма «Секретные ингредиенты». Здорово. Представьтесь, пожалуйста, зрителям и расскажите о себе. Я Джеффри Смит, исполнительный директор Института ответственных технологий. Я являюсь автором книги «Семена обмана», ставшей самой продаваемой в мире книгой на тему ГМО. В ней я рассказал о вреде ГМО, а также о коррупции в процессе утверждения и продвижения ГМО как со стороны индустрии, так и правительства. В другой своей книге «Генетическая рулетка» я рассказал о доказанных вредных последствиях употребления в пищу ГМО. Также я выпустил три фильма, в том числе свежий фильм «Генетическая рулетка. Игра на наши жизни». В этой теме я уже 21 год, и я посетил 45 стран. Ого, вы начали заниматься этим 21 год назад. И что же послужило толчком? Со мной связался ученый-электробиолог, работавший в области генной инженерии, чтобы поведать правду об этой технологии. Он досконально разбирался в тонкостях генной инженерии и знал, что непредвиденное случается гораздо чаще запланированного. Он понимал, что технология не готова даже для публикации, не говоря уже о ее применении в пищевой индустрии, потому что она может навредить потребителям. И он знал, что качество исследований, изучавших влияние ГМО на здоровье, было невероятно поверхностным. Очевидно, что если выпустить в природу растения с измененными генами, они будут перекрестно опыляться, и их будет уже невозможно изъять обратно. Это безвозвратно изменит генофон всех будущих поколений и затронет всех, кто ест. Это было еще в 1996, незадолго до того, как ГМО стали повсеместно высаживать в моем штате, в Айове. Но никто тогда не знал об этом. Я обладал определенным опытом в коммуникации и в образовательной деятельности и понял, что этот парень, говорящий на научном языке, не сможет достучаться до тех, кто принимает решения. Они просто не поймут его. И тогда я решил перевести язык науки на человеческий, на котором говорят обычные люди. И, возможно, это поможет. Я понял, что я смогу помочь. С тех пор я этим и занимаюсь, перевожу науку на человеческий язык. Я встречался со многими учеными и отразил это в своих книгах и фильмах. Оказалось, что если перевести язык науки на человеческий, то все эти чудесные и совершенно безопасные ГМО утрачивают всю свою привлекательность. И тогда, понимаешь, эти парни утратили реальность. Они не осознают возможных последствий. В основе их теорий лишь предположения. И самые фундаментальные предположения, на которых базируются утверждения о безопасности ГМО, оказались ложными. Если подробно объяснить все это людям, простым языком, без всех этих «Верьте нам, мы эксперты», то люди ни за что не захотят это есть. Стратегия, которую избрали мы в Институте ответственных технологий, заключалась в том, чтобы стимулировать изменения поведенческих моделей. Что еще вам необходимо узнать, чтобы вы прочно убедились? Все это нельзя употреблять в пищу ни вам, ни тем более вашим детям. Мы смогли популяризировать эту точку зрения, и сейчас мы видим, что в США наступает переломный момент. Потребители отказываются от ГМО, и компании вынуждены следовать за ними, потому что ГМО стали портить их имидж. Наступает переломный момент спустя 21 год после того, как вы ступили на этот путь. Миссия несколько затянулась. Да, верно. Каковы были ваши ожидания вначале? Надеялись ли вы на немедленную реакцию в виде гнева или готовились к долгой борьбе? Я не думал, что это затянется на 21 год, и верил, что надо только донести информацию до нужных людей. Но потом я понял, что все нужные люди уже были завербованы или подкуплены. Наверняка вы знаете, что бывший юрисконсульт Монсанто, Майкл Тейлор, был замруководителя по вопросам политики в FDA, затем стал вице-президентом Монсанто, затем вернулся в FDA руководить подразделением пищевых продуктов. Он получил этот пост, потому что Белый дом поручил FDA продвигать ГМО. Все было продумано заранее. Основываясь на одном из положений политики FDA, где утверждалось, что между ГМО и не-ГМО нет практической разницы, они позволили Монсанто вывести ГМО на рынок без каких-либо исследований на безопасность. В соответствии с этими положениями, они даже не обязаны были извещать FDA о том, что выводят ГМО на рынок. А ведь ранее та же Монсанто уже убеждала нас в безопасности ДДТ, агента Оранж и полихлорированных бифенилов. Как оказалось, это положение, лежавшее в основе политики FDA, было ложным. Среди абсолютного большинства ученых, работавших в FDA, преобладало мнение, что ГМО опасны и должны тщательно исследоваться. Очевидно, что весь процесс утверждения и продвижения ГМО был основан на манипуляциях производителей и бюрократическом сговоре. А были ли обнародованы какие-либо факты о десятилетиях этого сговора, возможно, в форме судебных разбирательств, а не только в устах разгневанной публики? Громких разбирательств почти что и не было. Один мой знакомый пытался подать коллективный иск против Монсанто, но иск не был рассмотрен. Когда все улеглось, Нью-Йорк Таймс выяснили, что судья в этом деле ранее был юрисконсультом в Монсанто. Судья, конечно, не упомянул об этом. Несмотря на то, что эти данные были в его личном деле, судья не счел нужным заявить самотвод. Кларенс Томас, судья Верховного суда, бывший юрист Монсанто, был автором позиций большинства судей в деле, закончившимся в пользу Монсанто. Так что было множество подобных манипуляций со стороны законодателей. Но у нас были и победы. Организации Центр безопасности продуктов удалось на какое-то время задержать введение ГМ Люцерны. Они остановили выращивание фармацевтических ГМО в штате Гавайи. Некоторые дела действительно решились в нашу пользу. Если рассмотреть стратегию борьбы с ГМО, можно выделить два преобладающих направления. Сдерживание и искоренение. Сдерживать значит противостоять внедрению новых видов или не допускать ГМО в своем округе. Например, мой округ Сонома, зона свободная от ГМО. Но мы в Институте ответственных технологий выступаем за полное искоренение ГМО. Необходимо искоренить все ГМО. Им не место в нашей пище и на наших полях. Возможно, когда-нибудь в будущем ученые научатся манипулировать с генами точным и предсказуемым образом, чтобы это было полезно для людей и природы. Но пока такое не предвидится. Слишком много непроверенных предположений, и слишком многие из них оказались ложными. Например, такие, как повышенная урожайность или отсутствие побочных эффектов. А что вы думаете насчет того, что некоторые из тех, у кого мне довелось взять интервью, считают, что сами по себе ГМО не вызывают особых проблем, а проблемы вызывает глифосат, которым их поливают? Что вы на это скажете? Французский токсиколог Сиролини и его научная группа изучали устойчивую краундапу кукурузу, которая не погибает после опрыскивания ее гербицидом раундап, содержащий глифосат. Этой кукурузой кормили крыс, и у них образовывались множественные опухоли. У крыс были повреждены печень, почки, части мозга, и они рано погибали. Что же послужило причиной? Глифосат, раундап в целом или ГМО? Чтобы выяснить это, они разработали другое исследование. Одна группа крыс ела опрыскиваемую ГМ кукурузу, другая группа ела необработанную ГМ кукурузу, и у них тоже были опухоли, поражение органов и ранняя гибель. Можно подумать, что дело в ГМО, но третья группа получала раундап в питьевой воде без ГМ кукурузы, и картина была такой же, опухоли, поражение органов, гибель. Так в чем же дело? В еде или в раундапе? Ответ и в том, и в другом. Давайте разберемся, что же не так с устойчивой к раундапу кукурузой. Они вывели ее на рынок, не удосужившись как следует разобраться в том, что изменяется и повреждается в процессе генной инженерии. Майкл Антонио, ученый из Лондона, совместно с коллегами проанализировал полный цикл белковой и метаболитной экспрессии зерен этой устойчивой к раундапу кукурузы. Он обнаружил, что более 200 протеинов и метаболитов отличались от тех, что были в обычной кукурузе. Мы пока не знаем, в чем конкретно отличие и каково влияние многих из этих 200 веществ, но два из них довольно известны. Это путресцин и кадаверин. Говорит о чем-нибудь? Зловоние и смерть? Точно! Это соединения, определяющие зловонный запах разлагающихся тел. Их содержание повышено в устойчивой к раундапу кукурузе. И они непосредственно связаны с аллергиями и раком. Так что если есть такую кукурузу, можно заработать аллергию или рак, независимо от того, опрыскивали ее раундапом или нет. Теперь возьмем BT-кукурузу, которая сама производит токсичный инсектицид, и поедающие ее насекомые умирают от повреждения желудка. Мы еще поговорим об опасности этого токсина. Но вдобавок к этому в такой кукурузе присутствует новый аллерген. Этот ген изначально присутствовал в кукурузе, но он был в латентном состоянии, пока не активизировался в процессе генетической модификации. Так что сам процесс генетической модификации оказывает массивные разрушительные побочные воздействия на ДНК. Сотни тысяч мутаций по всей ДНК, отклонения в экспрессии сотен или тысяч различных генов. Все это побочные эффекты генетической модификации. Наилучшим примером, подтверждающим это, стал эксперимент доктора Арпада Пустой. Он работал в институте Роуэта в Абердине. Он кормил крыс генетически модифицированным картофелем, который производил инсектицид. Вторая группа крыс питалась обычным картофелем, а третья группа обычным картофелем с добавлением того же инсектицида и в том же количестве, что содержался в генетически модифицированном картофеле. Таким образом, было три группы – обычный картофель, ГМ-картофель и обычный плюс-инсектицид. В результате только у крыс, питавшихся ГМ-картофелем, образовались потенциально раковые опухоли в пищеварительной системе. У них был маленький мозг и тестикулы, частичная атрофия печени и слабоиммунная система. Что же было причиной, если не инсектицид? Виной этих проблем был сам процесс генной инженерии. Что стало с результатами? Были ли они опубликованы? Получили ли какую-либо оценку? Отличный вопрос. Он был сторонником ГМО, и правительство Великобритании выделило ему 3 миллиона долларов, чтобы разработать метод оценки безопасности ГМО. Он был шокирован, когда обнаружились такие проблемы. Реально шокирован. И вскоре его пригласили выступить на телевидении. Директор его института дал ему разрешение выступить с интервью на национальном телеканале. В трехминутном интервью он сказал, что у крыс, питавшихся в его эксперименте ГМО, обнаружились проблемы, и что он не считает разумным подвергать такому риску людей. Разразился огромный скандал. Один из самых видных в мире ученых в своей отрасли заявил, что ГМО небезопасны. Он разработал протоколы, чтобы исследовать ГМО, но вместо этого пришел к выводу об ущербности всей технологии. Его директор решил, что это отличное исследование, выпустил пресс-релиз и стал общаться с прессой. Прошло два дня, и всего после двух звонков из аппарата британского премьер-министра, причем сообщения были переданы директору через ресепшн, и доктор Пустой был уволен, несмотря на предшествовавшие 35 лет его работы в институте. Ему пригрозили судебным иском и изъяли все материалы. Его протоколы так и не нашли применения. После чего развернулась семимесячная кампания по уничтожению его репутации во имя защиты репутации ГМО. Затем, после вмешательства парламента ему дали слово, он получил доступ к своим данным и смог опубликовать их в Ланцете и в других изданиях. Он показал, что проблемы в самом процессе генетической модификации, вне зависимости от того, каким геном манипулируют, для бети токсичности или устойчивости к раундапу. Сам процесс внедрения генов посредством генной пушки или бактериальной инфекции с последующим клонированием клеток в растения вызывает непредсказуемые побочные эффекты. Поэтому всего за 10 дней практически все системы и органы у подопытных животных оказались повреждены. Не самонадеяно ли думать, что ты вправе баловаться с такими вещами и полагать, что эффект от манипуляций будет прямым и предсказуемым? Это определенно самонадеянность, особенно в контексте того, как биология в прошлом истолковывала ДНК. Тогда все оказалось понятным. ДНК производит РНК, производит протеины, в одной последовательности один протеин кодирует один признак. Но оказалось, что они заблуждались. Один профессор говорил мне, что раньше можно было рассказать о том, что такое ген, за одно занятие в семестре. А теперь нужен целый семестр. Все оказалось гораздо сложнее, чем представлялось. Раньше считалось, что всего 2% генома отвечают за функцию производства протеинов. А все остальное считали мусором. Да, все остальное называли мусором. Однажды мне довелось пообедать с ученым из Монсанто. Он не знал о том, чем я занимаюсь, а я только за обедом узнал о том, что он занимается исследованиями безопасности в Монсанто. Я спросил у него, когда вы вставляете посторонние гены в геном, вы повреждаете часть генома, так? Возможно, повреждается весь геном, но затрагиваемая часть в особенности. А откуда вы знаете, что та область, куда вы вставляете ген, не является важной? Он ответил, ну, мы узнаем все больше о том, какие части являются важными. Я подумал, ГМ-растения существует уже больше десятка лет, как это своевременно? И продолжаю спрашивать, а что если все части генома важны? Что если наука на данном этапе развития не способна понять, как все это работает? Что если повреждения происходят на таком тонком уровне, который мы не способны сейчас даже осознать? Он посмотрел на меня, потом уткнулся в тарелку и продолжил есть. И друг, который пришел с ним, сказал, глубокая мысль. Две минуты он ел и не говорил ничего, а потом сказал, но генная инженерия необходима людям. Он не смог ответить на мой вопрос, но все равно считал, что цель оправдывает такой риск. Я спросил, почему? А он... Потому что к 2040 году в мире будет столько-то миллиардов людей и нужно повышать урожайность. Он был уверен, что ГМО дают большие урожаи, но ведь уже общеизвестно, что ГМО не повышают урожайность, а органическая и агроэкологические методы земледелия удваивают урожайность в развивающихся странах. Он заблуждался на этот счет и таким образом пытался оправдать вмешательство в системы, в которых ничего не смыслил. Представьте, какой ужас должны испытывать подобные люди, которые руководствуются благими намерениями в отношении человечества. Очевидно ведь, что их место в самом низу цепочки. Они не присутствуют и на заседаниях советов директоров, которых интересует только как обеспечить прибыли акционерам. Они, похоже, искренне считают, что приносят пользу всему человечеству, как тот ученый в обердене. Но потом они прозревают и ужасаются. О, боже мой, а ведь мы думали, что пытаемся прокормить голодающих. Я постоянно сталкиваюсь с такими случаями. Многие ученые верили в ГМО, пока не узнавали подробности от меня или от коллег. Виной этому также их узкая специализация. В Южной Африке я встречался с ученым, который разработал для Монсанто четыре разновидности сахарного тростника. Как правило, процесс выведения нового вида занимает около 15 лет. И все это время он занимался выведением генетически модифицированного тростника, который оказался в итоге никому не нужен, потому что на него не было спроса. И я попытался разговорить его. Я спросил, вы занимаетесь селекцией, то есть культивированием необходимых качеств, а Монсанто следит за безопасностью. Да, верно. И вы 15 лет делали свои части работы, а они проводили долгосрочное изучение питания на животных в одном и нескольких поколениях исследования на людях. Да, верно. А потом я ему говорю, нет, неправда. Ничего они не делают. Они не проводят долгосрочных изучений на животных. Самое длинное было в 90 дней. И тот бывший ученый из Монсанто рассказал мне, что они пробовали кормить крыс ГМ кукурузой в течение 90 дней, после чего у крыс обнаружились серьезные проблемы. И вместо того, чтобы отозвать эту кукурузу, они переписали исследования так, чтобы скрыть эти проблемы. Так что все их весьма поверхностные исследования. Это так называемая табачная наука, где все подстроено так, чтобы скрыть проблемы. Этот ученый и не знал об этом. Он занимается своими задачами. Кто-то другой занимается другими задачами. Я думаю, что ГМО смогли попасть на рынок благодаря распространенному поверью, что кто-то занимается безопасностью ГМО, и что они добросовестно выполняют свою работу. Я наблюдаю такое даже на уровне правительства, ведь меня иногда приглашают на беседы с чиновниками из правительств разных стран. И они говорят, но ведь FDA одобрили это, с чего нам беспокоиться? Но у FDA нет полномочий на одобрение ГМО. У них предусмотрены только совершенно бессмысленные добровольные консультации, по итогам которых они выдают компании бумагу, в которой написано «Монсанто уверены, что их продукты безопасны», и что Монсанто обязуется самостоятельно установить это. Они никогда не говорили, что ГМО безопасны, и не одобряли их. Все их процедуры бессмысленны. Но у всего остального мира создается впечатление, что ГМО безопасны, потому что они якобы одобрены FDA. А правда ли, что у FDA есть другие стандарты для всех прочих продуктов, которые хотят вывести на рынок в сравнении с ГМО? И что ГМО пропускают практически без каких-либо проверок? Примерно так. Казалось бы, если вы добавляете что-то в пищу, это должно считаться пищевой добавкой. А для таких добавок есть стандарты оценки, и их содержание должно быть отражено на упаковке. Чтобы обойти эти требования, добавку можно маркировать как GRAS, что значит «общепризнанный безопасным». Но для этого должны соблюдаться определенные критерии, несколько рецензированных исследований или эквивалентов, и консенсус научного сообщества на этот счет. У ГМО не было ни того, ни другого. Но Майкл Тейлор, бывший поверенный Монсанто, создал в FDA особые положения, в которых ГМО назывались «общепризнанно безопасными». Независимые юристы придерживаются мнения, что это было сделано с нарушением закона. И таким образом ГМО попали на рынок в обход всех стандартных требований, применяемых к продуктам, медикаментам и косметическим средствам. Ну, это же... это просто безумие. Полнейшее безумие. Если Джина выпустить из бутылки, обратно его уже не вернуть. Обязанность всех этих государственных структур защищать нас. И люди доверяют этим структурам. Когда бы я не завел разговор об этом, кто-нибудь непременно возразит. Но правительство запретило бы это, если бы оно не было безопасным. И думают, что я сумасшедший. Но на деле оказывается, что существуют исследования, демонстрирующие неблагоприятное воздействие ГМ-продуктов на организм, независимо от того, подвергались они обработке или нет. И их не просто выпустили из бутылки. Монсанто же судится с фермерами, если их семена заносят ветром на окрестные поля. Так что они не просто существуют где-то рядом. ГМО буквально навязывают тем, кто не хочет видеть их на своей ферме. Причем их уже никак не изъять. Как только они попали в окружающую среду, они будут продолжать загрязнять генофонд. И единственное, что окажется долговечнее генетического загрязнения генофонда, это вымирание. Вымирание будет навеки, а до тех пор наслаждайтесь продукцией Монсанто. Внимание потребителей в последнее время приковано к этой теме. Но больше всего у меня вызывает недоумение проблема с маркировкой ГМО. Мы признаем. Окей, пока у нас не получается избавиться от ГМО. Быть может, в настоящее время это невозможно. Но можно же хотя бы маркировать их, чтобы потребитель знал, что покупает? На каких основаниях ГМО не маркируется? Если бы они следовали закону и ГМО считались пищевой добавкой, маркировка была бы обязательной. Но это не так. Они знают, что при наличии маркировки многие люди не стали бы их покупать, и генная инженерия была бы лишена экономического смысла. FDA прекрасно известно об этом, так как они проводили опросы. Так что маркировка отсутствует с целью защитить индустрию. И это несмотря на то, что 93 процента американцев хотят маркировки для ГМО. Но ведь их обязанность защищать людей, а не индустрию. Правительственные чиновники часто говорят о каких-то своих клиентах. О клиентах? Для FDA фармацевтические и биотехнологические компании это их клиенты. Многие независимые люди возражают против таких терминов, но так уж все устроено. Все устроено так, чтобы защищать интересы тех производителей, за которыми они обязаны надзирать. Не забудем и про феномен вращающихся дверей. Например, Монсанто разработала генетически модифицированный гормон роста для крупного скота. Его вводят молочным коровам с целью увеличить надои. Впоследствии он был продан корпорации Илай Лили. И чиновник, отвечавший за процедуру одобрения гормона роста, был контрактором Монсанто, участвовавшим в разработке этого продукта. Затем некая ученая, сделавшая научную работу для Монсанто, стала руководителем подразделения, проверявшего его работу. И Майкл Тейлор надзирал над всем этим. И вся эта шайка протащила генно-модифицированный гормон роста для скота. Среди них был один ученый, ветеринар Ричард Бироуз, кто возражал против введения этого препарата на рынок с недостаточным поверхностным тестированием и потребовал дополнительных исследований. Его уволили, а исследование отменили. Он подал в суд, и на процессе его начальник подтвердил, что от него решили избавиться, потому что он затягивал процедуру одобрения. Уже не одно десятилетие известно, что вся эта концепция, то, что FDA блюдет интересы населения, не соответствует действительности. Еще в начале прошлого века, через пару десятилетий после появления FDA, его основатель сокрушался над тем, в каком направлении стала развиваться деятельность управления. Слушания в Сенате обнажили коррупционные основы всей деятельности FDA. Смешно и говорить о безопасности чего-либо на основании одобрения FDA. К примеру, спустя полтора года после начала продаж лекарств на рынке, половину из них либо отзывают, либо пересматривают их класс опасности. И это несмотря на сотни миллионов долларов, затрачиваемых на разработку каждого препарата. Для ГМО же не требуется никаких исследований. А если в ходе добровольных консультаций какой-нибудь чиновник FDA попросит обосновать что-либо, его запрос можно проигнорировать, и все равно можно будет получить бумагу о том, что ГМО можно считать безопасными. Вот это и трагично. Для лекарств требуется огромный массив данных. И несмотря на это они ошибаются. Несмотря на это они ошибаются. Как известно, сто тысяч человек умирает в год в США из-за непредвиденных побочных эффектов, прописанных по всем правилам препаратов. Но лекарства принимают не все поголовно. А здесь речь о пищевых продуктах для всего населения, о всей еде. И не существует совершенно никаких преград. Чтобы хотя бы попытаться проанализировать данные безопасности и понять, разумно ли применять эти технологии. Мы живем с этим уже более 20 лет. Что вы думаете о здоровье и благополучии населения, находясь в гуще событий? Если вы решите поискать мониторинговые данные, то их попросту нет. Аналог FDA в Канаде в 2002 году анонсировал мониторинг здоровья населения, чтобы выявить возможные побочные эффекты. На следующий год они заявили, что это слишком сложно и отменили программу. Правительство Великобритании активно поддерживали ГМО в конце 90-х и утверждали, что они безопасны. Но втайне они потребовали у супермаркетов данные карт лояльности, чтобы следить за тем, что едят люди, и выяснить возможную связь с раком, аллергиями и прочим. Когда этот конфуз вскрылся, правительство отменило программу. Так что никто не следит за этим. Во время поездок по многим странам с моими лекциями об опасностях ГМО, я представлял интересы многих ученых, с кем мне доводилось беседовать. И каждый раз, передавая содержание бесед, я сверял с ними свой текст, и они удивлялись тому, как мне удалось перевести все это на понятный язык, не вдаваясь в их жаргон. Но также время от времени ко мне обращались люди, утверждающие, что чувствуют разницу во вкусе между ГМО и не ГМО. Тогда я не верил им. Я думал, что вряд ли такое возможно. И полагал, что изменения можно заметить только на уровне статистических данных об определенных видах заболеваемости. Я не думал, что кто-то может быть настолько чувствительным, чтобы заметить разницу на вкус. В 2007 я написал книгу «Генетическая рулетка. Документально подтвержденная опасность генной инженерии для здоровья человека». А перед этим, в 2006 я собрал всю информацию воедино и начал выступать на медицинских конференциях. Основываясь на этих свидетельствах, врачи стали прописывать пациентам диету, исключающую ГМО. Одна организация, Американская академия экологической медицины, часто приглашала меня. Я рассказывал о роли ГМО в возникновении любого из обсуждаемых на заседании недугов, рака, аутоиммунных заболеваний и прочего. Я делился с ними всей информацией, которую получалось собрать в научной литературе и среди ученых. Послушав мои выступления, они решили самостоятельно изучать тему ГМО. Эта организация в свое время была первой, кто заговорил о пищевых аллергиях и о синдроме войны в Персидском заливе, потому что они были в теме. Они самостоятельно изучили исследования на животных в 2008... Нет, в 2009 году. И пришли к выводу, что доказательства того, что ГМО являлись причиной множества проблем у лабораторных животных, являются убедительными и неопровержимыми. Такими проблемами были поражения внутренних органов, репродуктивной системой, иммунной системой, ускоренное старение и прочее. Они пришли к выводу, что все врачи должны рекомендовать диеты, исключающие ГМО, а производство ГМО должно быть прекращено. В том же году я получил награду от этой организации и пришел на заседание с камерой. Я стал разговаривать с врачами, и некоторые интервью вошли в мой фильм «Генетическая рулетка». Слова врачей отличались от слов ученых. Ученые высказываются в такой манере. Сходящиеся доказательные последовательности свидетельствуют о том, что мне холодно. Они стараются избегать прямых неоднозначных высказываний. Но врачи говорили прямо. ГМО вызывает проблемы у наших пациентов. Например, аллерголог сказал, что аллергия у пациентов усиливалась при питании ГМ продуктами. Другая врач сказала, что пациентам в целом становилось лучше, когда они исключили из питания ГМО. Я воспринял это скептически и спросил, у какого процента пациентов? Она ответила, практически у всех. Улучшения наступили, у 98%. Я спросил, а какому количеству пациентов вы прописали диету без ГМО? Она задумалась, подсчитала количество принятых ею пациентов и ответила, около 5000. И тогда я понял, эта врач провела больше экспериментов по сопоставлению ГМО и не ГМО, чем все ученые вместе взятые со своими крысами и мышами. И тогда я попросил у нее разрешения посетить ее клинику и поговорить с пациентами. Я пришел с камерой, побеседовал с пациентами и был шокирован. Люди описывали, как избавились от симптомов заболевания крона. Кто-то за три дня, кто-то за шесть недель. Маленький мальчик избавился от астмы и мигрени. Другой от изнурительной боли в кишечнике. В другой клинике была та же история. Но я хотел досконально разобраться в причинах. Некоторые люди перешли на органические или необработанные продукты. Кто-то отказался от глютена или от молочного. Какова же была причина? Если поменять несколько условий одновременно, это не ясно. В то же время я начал беседовать с фермерами. И мне рассказывали, как перевели свиней или коров на сою или кукурузу без ГМО. Коровы и свиньи не страдают от непереносимости глютена. И, конечно же, состояние животных улучшалось и примерно в тех же терминах, что и состояние пациентов в клиниках. Затем я начал изучать вопрос еще внимательнее. Я выпустил фильм «Генетическая рулетка» и стал беседовать с аудиторией на показах. Я спрашивал, кто из вас заметил улучшения в самочувствии и жизнеспособности после исключения из рациона ГМО? Многие подняли руку. Я попросил описать подробнее. Кто-то говорил об облегчении аллергии и аутоиммунных симптомов, и многие другие тоже соглашались с этим. Кто-то похудел, у кого-то улучшилась работа почек. Но проведя на тот момент около 150 лекций, я выделил нечто общее. Чаще всего люди говорили об улучшениях в работе желудочно-кишечной системы, синдром раздраженного кишечника, отрыжка, болезнь крона и прочих аспектов пищеварения. Но я просил привести несколько примеров, и далее люди всегда говорили об улучшении жизнеспособности и ясности мышления. Это всегда отмечали наряду с уже упомянутым, а иногда и в первую очередь. Далее шли снижение веса, облегчение болевого синдрома, хорошее настроение, снижение уровня беспокойности и депрессии. Один раз какая-то дама крикнула заднего ряда. Эректильная дисфункция! И я говорю, поднимите руки, кто страдал от эректильной дисфункции. В общем, люди отмечали улучшения по целому ряду разнообразных симптомов. Это происходило с завидным постоянством, поэтому мы разослали опросник подписчикам нашего Института ответственных технологий. На вопросы ответили более 3200 человек, и отмеченные симптомы располагались в том же порядке, что я наблюдал в живой аудитории. И симптомы совпадали с тем, что мне говорили на медицинских конференциях, которые я посещаю по нескольку раз в год. Те же улучшения наблюдали и врачи у пациентов. Вы пытались опубликовать все эти данные, что вам удалось собрать? Сейчас я работаю над статьей для рецензируемого журнала функциональной медицины, где всесторонне описываю вклад, который ГМО вносят в развитие разнообразных недугов и заболеваний. Главный акцент я делаю на желудочно-кишечных заболеваниях. Я описываю эпидемиологические данные, свидетельствующие о том, что такие недуги, как синдром раздраженного кишечника, нарастают параллельно с распространением ГМО или глифосатных гербицидов, которыми их обрабатывают. Что интересно, статистическая кривая для любого из 35 или 40 основных заболеваний в США растет параллельно с распространением ГМО и ростом употребления раундапа для этих ГМО. Возьмем аутизм, диабет, ожирение, болезни Паркинсона и Альцгеймера, высокое давление, хроническая и критическая почечная недостаточность, лейкемия, несколько видов рака, список очень длинный, даже взятия с ДВГ и суициды. Возможно, вы спросите, а каким образом ГМО могут влиять на рост заболеваемости всеми этими недугами? Мы объясним в этой работе, в основном на примере желудочно-кишечных заболеваний, но я планирую в будущем другие статьи, рассматривающие прочие заболевания. В работе мы выделили три разных категории возможных причин. Мы наблюдаем похожий сценарий. В исследованиях на животных отмечаются определенные категории заболеваний. У людей наступает облегчение симптомов этих же заболеваний. Скотт и домашний животные поправляются от этих же заболеваний после исключения ГМО из рациона. И эти же категории заболеваний нарастают среди населения США параллельно с распространением ГМО с момента их появления. Так что этих свидетельств достаточно для того, чтобы думающий человек задался вопросом, а безопасно ли это? Но как ГМО могут быть связаны с одной стороны с диабетом, а с другой с раком и прочим? Поэтому мы рассмотрели три категории причин. И первая категория – это сам процесс генной модификации. Мы уже говорили об этом. Ученые из FDA сами признали еще в начале 90-х, что этот процесс может способствовать повышению содержания аллергенов, токсинов, вызывать проблемы с питанием и даже провоцировать возникновение новых заболеваний, в частности устойчивых к антибиотикам. Они честно признались, но были проигнорированы. Вы как бы бросаете дротик в геном, уничтожая его часть или провоцируя избыточное производство какого-либо компонента с неизвестными последствиями. В приготовленной генно-модифицированной сои Монсанто содержится до семи раз больше известного аллергена, чем в немодифицированной сои. В ней также содержится в два раза больше соевого лектина, который блокирует всасывание некоторых питательных веществ. Так что в результате самого процесса генетической модификации могут провоцироваться всевозможные изменения. Вторая категория – это кукуруза, которая продуцирует свой собственный токсический инсектицид Bt-токсин. Название Bt происходит от бактерии Bacillus turringensis. Эта бактерия живет в почве. Она выделяет естественный токсин, который образует дырки в кишечнике насекомых, что убивает их. Бактерии из их кишечника распространяются по всему организму, начинается инфекция, и они погибают. Споры этих Bt-бактерий используются в сельском хозяйстве в виде спрея для опрыскивания посевов во время массированного нашествия некоторых насекомых. Насекомые погибают, вещество биоразлагается и смывается с дождевой водой. Но биотехнологи в своей непостижимой гениальности, лучшие мозги генной инженерии не иначе, решили внедрить ген этой бактерии в кукурузу в каждую клетку кукурузного растения. И теперь эта кукуруза производит Bt-токсин, в концентрации в тысячи раз превышающий концентрацию токсинов спреи. Спрей смывается и биоразлагается, но то, что внутри зерна, никуда не исчезает. И когда мы поглощаем такую кукурузу, мы получаем огромную дозу Bt-токсина, гораздо больше, чем люди когда-либо получали с пищей. Даже то, что попадало в человеческую пищу в естественном виде, считалось опасным и требовало маркировки на упаковке. Когда проводилось опрыскивание самолетов против нашествия непарного шелкопряда, более 500 пострадавших вынуждены были обратиться в больницы. У работников ферм, контактировавших с этим веществом, были обнаружены антитела. Имелось много свидетельств опасности этого токсина, но в данном случае с помощью генной манипуляции он сделался еще более токсичным. Его концентрация повысилась, он не смывается, и мы едим его. Одной из характеристик Bt-токсина является то, что он провоцирует иммунный ответ, что в животных, что в человеке, как было описано в рецензируемых исследованиях. И мы полагаем, что все, что связано с иммунной системой, и возможно это является результатом употребления в пищу ГМ продуктов, было спровоцировано бетитоксином. Подумайте еще вот над чем. Предполагалось, что бетитоксин будет инертным и совершенно безвредным для млекопитающих. В 2012 году группа Сиролини опубликовала статью в журнале прикладной токсикологии. Они обнаружили, что когда бетитоксин из кукурузы Монсанто добавляли в культуры человеческих клеток, в них образовывались дыры. Те же токсичные споры убивали насекомых. И эти же токсичные споры были обнаружены в пробирках с культурами человеческих клеток. Токсин присутствовал в более высокой концентрации, чем встречался в пище. Но возможно в пище было бы достаточно даже и более низкой концентрации. Это никогда не тестировалось ни на животных, ни на людях, только в пробирке. Итак, мы едим кукурузу, которая, вероятно, способствует появлению отверстий в кишечнике. Но клеточная оболочка кишечника тонкая, всего в один слой. Если в ней образовалось отверстие, это синдром дырявого кишечника. А этот синдром связан с такими болезнями, как рак, сердечно-сосудистые заболевания, болезни Паркинсона и Альцгеймера, хронические воспаления, аутоиммунные заболевания, аллергии и прочее. Проблема здесь в том, что непереваренные протеины, бактерии и прочие вещи могут попадать через эти отверстия в кровоток. В исследованиях в Канаде обнаружили, что у 93% беременных женщин в крови присутствовал бититоксин. Возможно, он попал в кровь через эти отверстия. Попав в кровь, он может поражать клетки крови. Его токсичность для крови подтвердил эксперимент, проведенный на мышах. Итак, в Канаде у 93% обследованных беременных и у двух третей небеременных в крови был обнаружен бититоксин. Предположительно, бититоксин должен быстро выводиться из организма. Но мы не в Мексике, мы не едим кукурузные чипсы каждый день. Откуда же взялся бититоксин? Почему он обнаружился в крови у такого количества людей? Большая часть кукурузы поглощается в Канаде в переработанном виде. Кукурузный сироп, кукурузное масло. В них нет бититоксина. И авторы исследования предположили, что это из-за употребления в пищу молока и мяса животных, которые питались битикукурузой и кукурузной мукой. Токсин сохранился в мясе животных или выделялся с молоком, попав в молочные продукты. Но есть и другое возможное объяснение. И звучит оно весьма пугающе. В единственном исследовании на людях, когда-либо проведенном для широко распространенного пищевого ГМО, было обнаружено, что часть генетического кода модифицированной сои, который делает ее устойчивой к раундапу, то есть чтобы при обработке раундапом она не погибала, так вот, у некоторых испытуемых этот ген проник в ДНК определенной бактерии, населяющей кишечник. Он проник в ДНК и стал ее частью. Ученые так и не смогли обнаружить, был ли он активным, продуцировал ли он этот протеин устойчивости к раундапу. А если так и было, это значит, что мы превращаем нашу кишечную микрофлору в фабрику по производству этих генетически модифицированных протеинов. А что, если вы съедите кукурузные чипсы из БТ-кукурузы? И БТ-ген проникнет в ДНК ваших бактерий, и эти бактерии начнут все время выделять БТ-токсин внутри вас, в кишечнике? Возможно. Поэтому у 93% беременных женщин в Канаде обнаружили в крови БТ-токсин. Возможно, он производился у них в кишечнике. Это лишь один из множества серьезных потенциальных побочных эффектов, которые никогда не исследовали ни в FDA, ни сами компании-производители ГМО. Многое из этого нельзя было наперед даже предположить. Вот почему длительное тестирование должно быть обязательным. Ведь невозможно предугадать все вероятные исходы. И вот сейчас мы наблюдаем все происходящее, и это пугает. Хорошая новость в том, что когда люди отказываются от ГМО, организм восстанавливается. Это удивительное качество человеческого организма, нашего микробиома и, надеюсь, и почвы. Еще не слишком поздно приложить усилия для восстановления здоровья, как своего личного, так и нашей Земли. Вы согласны с этим? Существуют научные доказательства утверждения о том, что организм имеет возможность восстановиться при отказе от ГМО. Было одно исследование на мышах, где их кормили генно-модифицированной соей, устойчивой к раундапу. 14% от всего рациона в течение 8 месяцев. У мышей были повреждены половые органы, надпочечники и печень. Затем часть мышей стали кормить обычной соей, и у них наблюдалось улучшение, хотя и частичное. Контрольную группу все эти 8 месяцев кормили обычной соей. У них не было никаких проблем. Но в последний месяц часть этих мышей стали кормить ГМО соей, и здоровье стало ухудшаться. То есть опыты на животных наглядно демонстрируют возможность восстановления. Но нет достаточных данных по поводу почвы. Но у меня есть друзья-агрономы и фермеры, которые серьезно работают над проблемой восстановления почв, пострадавших от глифосата и прочих токсинов. Вы описали две категории причина. Третья. Третья — это раундап и другие гербициды с глифосатом, а также другие виды гербицидов, которыми обрабатывают устойчивые к ним посевы. Что интересно, есть гораздо больше исследований, посвященных глифосату и раундапу, чем ГМО. Поэтому гораздо проще сделать верные выводы по поводу механизма воздействия и эффекта от глифосата и раундапа, чем от ГМО или БТ-токсина. Если рассмотреть те более 30 заболеваний, которые распространяются в соответствии с расширяющимся применением ГМО и раундапа, несложно заметить по известным нам механизмам воздействия, что все они во многом обусловлены глифосатом. Изначально глифосат был запатентован в качестве растворителя для чистки бойлеров и труб в промышленности. И все потому, что он обладает свойствами хилатора. То есть он связывает минералы и таким образом очищает стенки бойлеров и труб от отложений. А потом его, видимо, случайно пролили на землю и заметили, что он убил все растения. И тогда Монсанто купили и запатентовали эту молекулу. Итак, глифосат хилатирует минералы. Минералы абсолютно необходимы для функционирования некоторых метаболических путей. Один из них называется шикематный путь. Монсанто направо и налево утверждали, что поскольку у человека нет шикематного пути, а он есть у растений, можно заблокировать его у растений с помощью глифосата, из-за чего они погибнут. Но это не опасно для человека, ведь у нас нет шикематного пути. Но шикематный путь есть у кишечных бактерий. Они используют его для того, чтобы производить строительный материал, ароматические аминокислоты, которые участвуют в синтезе нейротрансмиттеров, которые всем известны. Это серотонин, мелатонин и допамин. Недостаток в нашем организме этих нейротрансмиттеров может вызвать много проблем. Депрессия, тревожность, стресс, все это серотонин. Также он регулирует уровень сахара в крови и сигнализирует о насыщении. За это отвечает серотонин. Мелатонин связан с бессонницей. Рост распространенности расстройств сна и бессонницы напрямую коррелирует с ростом в использовании раундапа для опрыскивания посевов кукурузы и сои. Депамин, связанный с болезнью Паркинсона, также имеет отношение ко многим упомянутым недугам и расстройствам. И это только один из механизмов воздействия, признаваемый самой Монсанто. Есть и другой, который называется P450 цитохромный путь. Он помогает печени выводить токсины. Если он повреждается или перестает функционировать, то все токсины, которые обычно выводятся через этот путь, скапливаются в организме. И это объясняет столько проблем. Этот путь также участвует в синтезе витамина D, поэтому дефицит витамина D коррелирует с ростом использования глифосата. Кстати, говоря о корреляции, необходимо пояснить. Корреляция не подразумевает причинной связи. Если два явления нарастают параллельно, это не значит, что одно обязательно является причиной другого, или что они взаимосвязаны. Но если рассмотреть известные причинные связи и механизм влияния глифосата на организм, когда организм реагирует определенным образом, то наличие причинно-следственной связи между этими параллельно нарастающими явлениями становится гораздо более вероятным. ПИ-450 цитохромный путь участвует во многих важных процессах. Двое ученых описали более дюжины разных заболеваний, обусловленных западным образом питания, где просматривается связь с негативным влиянием глифосата на функционирование ПИ-450. Глифосат был запатентован не только как хилатор, но и как антибиотик. Но он гораздо эффективнее поражает полезные кишечные бактерии, лакта и бифидобактерии, то есть все то, за что мы платим в йогуртах и пищевых добавках, истребляя полезные бактерии в организме. Он, тем не менее, не действует с той же силой против патогенных бактерий, таких как сальмонелла, кластридии, кишечные палочки и прочие. Они беспрепятственно размножаются в кишечнике, а дисбактериоз связан с множеством заболеваний. Это также способствует развитию синдрома дырявого кишечника. И это только два эффекта глифосата, хилатор и антибиотик. Также Всемирная организация здравоохранения признала глифосат вероятным канцерогеном для человека класса 2А. Глифосат также токсичен для митохондрий, энергетических центров клетки. Если вспомнить проведенный нами опрос, что заметнее всего улучшается с переходом на питание без ГМО? Вторым номером было повышение жизненной энергии, а четвертым — повышение ясности мышления. Что объяснимо, мозг в спокойном состоянии, при том, что составляет всего 5% от общей массы тела, поглощает 25% всей получаемой энергии. А откуда энергия? От митохондрий. А если митохондрии повреждаются, вы начинаете страдать от затуманенности мышления и общей усталости. Так много людей заметили, что с отказом от ГМО у них появилось больше сил для жизни. Возможно, дело в этом. Глифосат также связан с дефектами плода. 30 лет они располагали данными о связи глифосата с дефектами развития плода. В недавнем отчете и Монсанто, и регуляторы подверглись резкой критике за сокрытие этих данных. Глифосат связан и с нарушениями работы эндокринной системы. Эндокринные дерегуляторы могут присутствовать в средних и низких концентрациях, но именно в низких концентрациях эффект может быть максимальным. Не только сам глифосат. Доказано, что и прочие ингредиенты раундапа обладают дерегулирующими свойствами для эндокринной системы. В одном эксперименте даже малейшая доза раундапа в питьевой воде у крыс стала причиной неалкогольной жировой дистрофии печени. Этим недугом страдает 25% американцев, что чревато развитием гораздо более серьезных проблем с печенью. Вы скажете, подумаешь, крыса, наверное, ей скормили чрезмерное количество. Но если рассчитать количество глифосата на массу тела в день, вызвавшее дистрофию печени у крысы, и это было не предположение, а установленный факт. Оно было в 437 тысяч раз ниже, чем предельно допустимый уровень для человека на единицу массы тела в день, определенный управлением по охране окружающей среды. Сколько, сколько? В 437 тысяч раз ниже. Это же получается следовое количество. Концентрация глифосата была 50 частей на триллион. Ого, и тем не менее, такие негативные последствия. Да, вот что еще интересно. Механизм действия эндокринных дирегуляторов очень увлекателен и совершенно нелогичен. Обыденная логика гласит, что чем больше яда принять, тем более выраженным будет эффект. Подразумевается, дозозависимый эффект. Выше доза, больше эффект. Но такие химикаты, как эндокринные дирегуляторы, даже в ничтожных количествах разрушительно воздействуют на гормональную систему. Когда количество растет, эффект снижается. Затем наступает плато, и вступает в силу токсический эффект, который уже дозозависим. Кривая имеет форму буквы Ю. Вы подчеркнули различие между эндокринной дирегуляцией и токсичностью. А ведь исследует только одно из них. Конечно, в некоторых случаях встречается и токсичность в малых дозах, но взаимосвязь с неалкогольной жировой дистрофией печени не исследовалась. Я говорил с теми учеными, и они сказали, что не знают, что именно было причиной. Токсичность или эндокринная дирегуляция. Возможно, мои утверждения преждевременны. Но обычно эндокринная дирегуляция, гормональные проблемы вызываются малейшими дозами. При повышении дозы эффект снижается, а затем могут включаться другие факторы. И эта сторона кривой совершенно игнорируется управлением по охране окружающей среды. Этот эффект подробно описан в научной литературе. Ученые по всему миру знают об этом. Зная о существовании этой кривой, несложно предугадать результат. Но управление не требует от компании испытаний воздействия в сверхмалых дозах глифосата и других химикатов, возможно, являющихся эндокринными дирегуляторами. Также не секрет, даже было одно исследование, показавшее, что раундап в 125 раз токсичнее самого глифосата. В раундапе содержатся вещества, возможно, в тысячу раз токсичнее для человеческих клеток, а также другие эндокринные дирегуляторы. Получается, этакий сверхтоксичный суп. Но Монсанто утверждает, что единственный активный ингредиент раундапа – это глифосат. А управление по охране окружающей среды верит им, не анализирует формулу и просит их предоставить только их собственные результаты по глифосату. К тому же они тестируют технический глифосат. А это не тот же самый глифосат, содержащийся в раундапе. В нем используется не технический глифосат, а соль, которая гораздо токсичнее. Короче говоря, тесты, которые они проводят, устроены так, чтобы не обнаружить проблемы. Тестируют не ту форму глифосата, которая используется в гербициде, а также игнорируются остальные компоненты этого токсичного супа. Кроме того, игнорируется и потенциальное взаимодействие с другими токсичными гербицидами, используемыми зачастую одновременно. Вы говорите об аспектах, о которых я до этого даже не слышал. Глифосат у всех на слуху, но ведь очевидно, что если его смешать с другими веществами раундапа, наверняка проявится синергический эффект. Исследует только глифосат, а не весь раундап. Необходимо исследовать всю смесь, а не один ингредиент, будто он находится в вакууме. Это просто невероятно. Столько исследований наглядно показали, что раундап гораздо токсичнее глифосата. Но если показать их управлению, они скажут, «Да, но мы уполномочены проверять только активный ингредиент». Причем активный ингредиент — это то, что говорит Монсанто, а не то, что по этому поводу думает наука. Так что это еще одно подтверждение тому, что правительству США нельзя верить ни в чем, когда речь идет о ГМО или пестицидах. Они действуют по чужой указке, игнорируя науку. Все это тем более поразительно, потому что это совершенно очевидно. Эти мнимые ученые должны разбираться в таких вещах, но они как будто надевают свои шоры и слепо следуют инструкциям. И в своих действиях они руководствуются не духом правил, а следуют их букве. Мне сказали смотреть только на активный ингредиент. Мы должны доверять Монсанто. И мы закроем глаза на реальность, несмотря на угрозу здоровью населения. Совершенно верно. В обществе бытуют несколько мифов. Вы очень красноречиво говорите об этом. Давайте разберемся с ними по одному. Я уже приготовил свое ружье. Какой из мифов главный, на ваш взгляд? В конце 90-х годов несколько производителей ГМО собрались вместе и договорились выделять по 50 миллионов долларов в год на протяжении пяти лет, чтобы убедить американцев и граждан других развитых стран, что ГМО спасут планету от голода. И это стало буквально лейтмотивом всей истории, хотя и было ложью. Давайте же проколем дырки в этом пузыре и сдуем его навсегда. Самым всеобъемлющим исследованием по проблеме искоренения голода в мире был спонсированный ООН и Всемирным банком отчет Айстек. Его соавторами были более 400 ученых, потративших годы на эту работу. Они пришли к выводу, что ГМО не смогут помочь обеспечить продовольствием голодающих, искоренить нищету и сделать земледелие стабильным. Я брал интервью у сопредседателя, и у многих основных авторов все они сходились в одном. ГМО не решит эти проблемы. Один из сопредседателей даже сказал, что это решение, создающее проблемы, оно ничем не поможет разрешить имеющиеся проблемы. Газета New York Times провела свое исследование и выяснила, что урожайность ГМО не выше обычных культур. И многие независимые ученые с независимыми данными показали, что средняя урожайность ГМО не выше обычных культур. НКО Союз обеспокоенных ученых заявил, урожайность ГМО не оправдала ожиданий. В наилучших условиях урожайность ГМО была выше на 0,3%, потому что они убивали в некоторых регионах вредителей зерновых точильщиков. Но агроэкологические, органические методы земледелия удваивали урожайность в развивающихся странах. Как это иронично, ведь нам внушают, что мы должны принять ГМО из этических соображений, чтобы прокормить голодающих по всему миру. Но даже если бы это было правдой, как обеспечить эффективную дистрибуцию? О да, это необходимо прояснить. Эксперты единогласны. Не повышение урожайности поможет искоренить голод. Сейчас в мире на человека производится больше еды, чем когда-либо в истории. Но при этом миллиард человек ложится каждый вечер в постель голодными. И, педалируя миф о том, что решение проблемы лежит в повышении урожайности, вы только усугубляете проблему. Все дело в дистрибуции, в экономике, в политической воле. Необходимо всеобъемлющее комплексное решение, а не волшебная пилюля. Тем более, что эта волшебная пилюля оказалась фальшивкой. Итак, многие ученые утверждают, что ГМО не дают более высоких урожаев. И людей обманом убеждают в том, что ГМО это благо для человечества. И граждане стран Первого мира должны встречать ГМО с распростертыми объятиями, чтобы помочь тем, кому не так повезло в жизни. Другими словами, вы будете травиться и болеть во имя развития биотехнологии, которая когда-нибудь позволит увеличить урожайность. Ни один из ныне существующих ГМО не был задуман для увеличения урожайности. Урожайность определяется совокупным действием множества разных генов. Но человечество еще не доросло умом, мы не понимаем языка ДНК. По чистому везению, ученые умудрились засунуть в ДНК-ген, отвечающий за бетитоксин или устойчивость к обработке раундапам, глифозенатам или другим гербицидам. Это было просто везение. Но они не способны понять, как создать сообщность генов, которые слаженно работают вместе, позволяя повысить урожайность. Но что точно позволяет повысить урожайность, так это агроэкологические методы наряду с традиционной селекцией. Это ведет к следующему мифу. Они любят разглагольствовать о том, что ГМО это якобы разновидность традиционной селекции, практиковавшейся веками. Давайте обсудим это. Я неоднократно сталкивался с подобными аргументами. Мол, ГМО не новинка, мы издревле занимались генетической модификацией пищевых продуктов. Термин генетическая модификация был умышленно искажен. Генетическую модификацию нужно понимать как генную инженерию, внедрение генов другого биологического вида. Но пиар-советники биотехнологической индустрии придумали, почему бы не изменить определение термина генетическая модификация. Давайте расширим понятие генетической модификации, чтобы оно включало все методы селекции. И тогда можно будет сказать, что все это лишь разные названия одного и того же методов натуральной селекции. Нобелевский лауреат Джордж Уолт сказал, мы не должны путать генную инженерию с традиционной селекцией, потому что в результате генной инженерии вы в кратчайшие сроки создаете новые организмы, которые не были плодом миллиардов лет эволюции. А если спросить ученых, работающих в FDA, их специалист по внутреннему контролю обобщил слова ученых и сказал, ученые-эксперты управления полагают, что генная инженерия отличается от традиционной селекции и ведет к другим рискам. Я беседовал с Белиндой Мартино, работавшей над первым разрешенным ГМО, помидором Flavor Saver, сейчас уже не представленным на рынке. Беседа была на сцене при большой аудитории здесь, в Калифорнии. И тогда я задал прямой вопрос. Белинда, является ли генная инженерия разновидностью натуральной селекции? Она закатила глаза и сказала, нет, это не разновидность натуральной селекции. С научной точки зрения это совершенно разные вещи, но пиарщики пытаются смешать их воедино, чтобы потом утверждать, что мы веками генетически модифицировали пищу. Ведь та же кукуруза изначально была несъедобной. Или посмотрите на дикую курицу. Так что если вы против генетической модификации, значит вы против прогресса и против самой еды, которой питаетесь. Это полный бред, мы говорим совсем о другом. И они знают это, они не прикидываются, что якобы думали, что мы говорим о разных формах скрещивания пород и селекций. Нет. Мы говорим о процессе, где берется ген, скажем, из почвенной бактерии, мультиплицируется, помещается в генную пушку, расстреливающую миллионы клеток, и клонируется в клетках растения, чтобы в каждой клетке растения была как бы бутылочка со спреем. Это способствует возникновению сотен тысяч мутаций по всей ДНК. До 5% генов в растении могут изменять экспрессию. Это неестественно. Так никогда не делали. И те люди, которые говорят, что мы якобы генетически модифицировали пищу на протяжении веков, либо лгуны, либо обманутые. И если поговорить с людьми, кто верит в это, то не обязательно, что они окажутся лжецами. Они не пытаются убедить вас в чем-то, осознавая, что это неправда. Они просто обобщают. Они поверили в то, что им постоянно повторяют и повторяют повсюду. Из-за этого трюка с терминами. Мы генетически модифицировали кукурузу и многие другие культуры на протяжении столетий, так что все это одно и то же. Поэтому давайте будем называть все это генной инженерией. Это разные вещи, несущие разные риски. Посмотрите на сайте Института ответственных технологий, заявления работающих в FDA ученых, где они говорят, что это другой процесс, другие риски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok